Безупречный мир или идеальный мир? Отличная Дунхуа, которая точно заслужит внимания. На китайском ТВ недавно оно рвало все рейтинги, и опередило даже боевой континент и расколотой битвой синего небес. Да, Безупречный мир явно можно отнести к топ-5 самых лучших Дунхуа в мире. Интересно, как вам это аниме, если вы смотрели? Понравилось или нет? Напишите в комментариях. Это захватывающая история Ашихао, который борется за выживание своего клана и страны, становится настоящим лидером. Парень вырос в простом бедном селении, но благодаря благословению небес он получил возможность пройти через множество трудностей и стать сильнее. Здесь крайне интересный сюжет, и самое главное, множество зрелищных и эпичных битв. По сути, главная фишка этого аниме – красивое и мощное сражение главного героя против всех. В этом видео мы поговорим о культивации, о рангах, о различных техниках и системе развития мастеров. Как и в других произведениях, здесь также существует ранговая система. Сила мастера отличается в зависимости от степени его культивации. Если в боевом континенте это уровни и кольца, то в Безупречном мире всё не так просто и очевидно. На первый взгляд, ранги главного героя Шихао и его врагов вовсе кажутся непонятными и размытыми. Вот, например, он сражается со стариками, которые, казалось бы, должны быть сильнее. Но нет, он влёгкую выносит их всех, и непонятно, на каком ранге они были. Или взять дедушку Шихао, какой у него уровень, превзошёл ли он богу Верхнего мира или нет. С самого начала аниме нам довольно редко говорят о рангах Шихао, и тем более его врагов. Так что смотря аниме, трудно понять ранговую систему этой вселенной. Поэтому разобраться в рангах будет очень полезно. Кстати, в различных переводах аниме и оригинале названия могут отличаться. В целом, все уровни делятся на три больших царства. Первое, Нижнее Царство, состоит из шести уровней. Второе, Верхнее Царство, состоит из восьми уровней. И третье, Царство Бессмертного, состоит из шести уровней. Нижшее Царство – это начальное царство совершенствования, которое даёт начало всему развитию Мастера. Первый его уровень – трансформация крови. Это настоящий первый этап на пути совершенствования. В обычных обстоятельствах один человек из десяти тысяч, добившийся этого, уже был счастливчиком. Учитывая сложность прохождения этого пути, это царство требовало циркуляции всей сущности крови внутри тела, сотрясания её как грома и спускания Божественного Света и собственной крови. Сила Мастера, по сути, измерялась в весе, который он может поднять. Вот почему вначале маленькому Шихао было необходимо поднять тяжёлый котёл. Далее идёт Царство Небесного Перехода. Создание Небесного Перехода и вход в это царство было равносильно краже богатств неба и земли. Человек постоянно поглощал энергию сущности внешнего мира, чтобы дополнить внутреннее тело. Шихао открыл максимально десять небес, что считается невероятной редкостью. Подобное было лишь у нескольких других людей. Царство Духовной Трансформации. Этот этап решающий совершенствований. Всё имело свой дух, будь то травинка, высокое дерево, пылинка или даже песчинка. Все они имели свою духовную природу. И разумеется, в ещё большей степени это касалось живых существ. Таким образом, Царство Духовной Трансформации – это трансформация всех типов духовной природы. Это формирование духа. И таким образом, преобразование себя самого могущественного человека, которым только можно быть. Царство Гравировки. Вступив на этот путь, уже не приходилось полагаться на руны зверей. Вместо этого, можно было выгравировать на своём теле некоторые из этих символов. Это Царство Совершенствования было чрезвычайно трудным. Приходилось вырезать на собственных костях небесные проходы. И каждый шаг на этом пути был невероятно трудным. Хотя Шихао прошёл этот этап довольно быстро. После битвы с Шии он достиг пика и перешёл в следующее Царство. Царство Расположение Формаций. На теле могут быть вырезаны различные смертоносные формирования. Эксперту необходимо научиться создавать формации и контролировать жизнеспособность неба и земли. Практикующие в этой сфере уже обладают значительной силой и могут выстоять в одиночку. И, наконец, Почтенное Царство или Царство Императора. Вершина обычных культиваторов, выходящих за пределы мира и надеющихся стать богами. Лишь немногие талантливые практикующие могут достичь этой сферы. Это самые могущественные личности, уважаемые среди смертных. Шихао довольно долго находился на этом уровне. Например, сражение с богами Верхнего Мира. Всё это на уровне Почтенного Царства. Кстати говоря, сами эти боги находятся уже на следующем этапе. И это начинается Верхнее Царство. Первый его уровень – Царство Божественного Пламени. В аниме часто упоминаются те, кто зажег Божественный Огонь. По сути, это они и есть. Они прорвались через Царство Божественного Пламени. Ещё они называются Ложные Боги. Шихао был достаточно силён, чтобы побеждать некоторых таких экспертов. Но вот против других, например, Семи Богов Верхнего Мира, выстоять было трудно. Он даже чуть не погиб, сражаясь с подобными богами. Да, это всего лишь на один уровень выше Шихао. А представьте, что будет, когда Шихао сможет зажечь Божественное Пламя и достигнет этого уровня. Он станет невероятно силён. Остальные уровни Верхнего Царства. Царство Истинного Бога, Божественный Король или Святая Жертва, Небесное Божество, Пустота Дао, Саморазрыв, Самовыпуск и Высшее Существо. Что касается Царства Бессмертного, это вообще запредельная сила. Истинный Бессмертный является существом из Царства Дао Бессмертия, чья сила намного превосходит Человеческое Царство. Остальные уровни Бессмертный Король, Полубессмертный Император, Бессмертный Император и ещё два ранга, которые просто немыслимы. Это конец всех эволюционных путей и развития. Неужели мы увидим, как в аниме Шихао достигнет таких уровней? Это будет очень круто. Что ж, такой краткий, но интересный разбор рангов аниме Безупречный Мир. Если вам интересно узнать побольше об этом аниме, напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!